Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашем выпуске. Три года шесть полос. В Чебоксарах открыли отстроенный заново московский мост. Желтый цвет и много стекла. Заместителю министра транспорта страны представили проект реконструкции Чебоксарского аэропорта. Чужих детей не бывает. В Чебоксарах прошел форум замещающих семей. Сегодня в Чебоксарах открыли московский мост. Торжественным открытием важного объекта принял участие первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов. Подробнее в репортаже Татьяны Леонтьевой. Этого события жители Чебоксар ждали три года. Столько заняла масштабная реконструкция московского моста. Она проводилась в два этапа. Строители, по сути, возвели на месте старого сооружения новое. Общая сумма вложенных бюджетных средств 1 миллиард 568 миллионов рублей. Эти инвестиции наших молодых людей, кто строит мосты, строят будущее России, будущее Чувачи, будущее города. Я смотрю на этого красавца и хотел бы от лица Министерства транспорта поблагодарить и строителей, и поблагодарить проектировщиков, и всех тех, которые вложили свою душу, вложили то, что они умеют, в то, чтобы этот прекрасный объект появился у вас в городе. В будущем году столица Чуваши отметит 550-летие. И новый мост, бесспорно, один из самых лучших подарков городу и его жителям. Столица должна иметь такой большой широкий шестиполосный мост. Разгрузка будет ощутима уже завтра. Завтра уже исчезнут пробки как с левой стороны моста, так и с правой. Это посмотрят и ощутят все чебоксарцы на себе. Это просто отличное сооружение, инженерное, огромное. И мы очень рады, что оно появилось именно у нас в Чебоксарах. Честь первыми проехать по мосту выпала строителям. Автоколонна из самосвалов, бетоносмесителей, снегоуборщиков прошла ровными рядами. На это надеются и другие водители, особенно общественного транспорта. Евгений Духанов работает на маршруте, который соединяет центр города с северо-западным районом. И пока помнит, как сложно было проехать по московскому мосту. Тяжело, большая нервотрепка, большие пробки. Минут по 20 стояли, чтобы проехать по этому мосту. Были заторы. Большое неудобство и для меня, и для пассажиров. Надеюсь, что исчезнут пробки в городе. Особенно по этому, по московскому мосту в часы пик. Реконструкция ждет и другие столичные мосты. Первый на очереди – Сугутский. Его планируют отремонтировать в будущем году. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. Рабочий визит первого заместителя министра транспорта страны был насыщенным. Вместе с главой республики Михаилом Игнатьевым он оценил проект развития аэропорта. Стороны обсудили детально и перспективы дорожной отрасли региона. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Сразу по прилету на осмотр аэропортового комплекса. Глава региона отметил, что за последние годы здесь увеличился и пассажиропоток, и количество рейсов. Но с такой нагрузкой здание, возведенное в начале 70-х, уже не справляется. Вот здесь принимаем багаж, но багаж, к сожалению, вручную, потому что возможности. Дедовский метр. Недавно работы начались на втором этаже аэропорта. Именно здесь оборудуют новый зал ожидания вылетов. В планах ремонт таможенных пунктов, зоны регистрации пассажиров, приема и выдачи багажа. По прогнозам, модернизация воздушной гавани обойдется в 550 миллионов. У нас заключен договор долгосрочный с республикой. Мы подписали соглашение на производство работ по реконструкции. Окончание работ по проекту в 2019 году, ну где-то летом. После этого, соответственно, присутствуем подряды. В перспективе в Чебоксарском аэропорту планируют обслуживать сразу два рейса. Для этого необходимо отремонтировать стоянку самолетов, рулежную дорожку и взлетно-посадочную полосу. Эта реконструируемая часть была проведена в 2007 году. Необходимо отреконструировать его дальше, потому что мы сейчас не можем развернуть более двух самолетов типа Boeing 738. А сколько у вас рейсов? На сегодняшний день три. После модернизации количество постоянных рейсов увеличится. Спрос на авиаперелеты высок. Пассажир, ребята, растет. Если взять, шесть лет назад у нас было на уровне 30 тысяч пассажиров. В этом году мы выйдем уже на 275, в следующий год уже 300 тысяч. Сейчас победа полетела уже в Питер, Таратов, потом Уфа, межрегиональный Крым. То, что на оздоровление тут. Так что все в работе, в принципе. Будем работать. Аэропорт работающий – это хорошо. Вообще работающий аэропорт в регионе – это большой плюс. Это означает, что и инвесторы могут прилететь. Конечно, с обмассованием. Да, и для жителей региона это очень важно. На рабочей встрече в Доме правительства стороны обсудили и другие темы. Иннокентий Алафинов отметил, что республика реализует эффективно проект «Безопасные и качественные дороги». Когда и вы, как глава региона, когда и муниципалитет умеет работать, я вот уже об этом говорил сегодня, когда мы ехали, когда осматривали с вами дороги в городе, что действительно в том приоритетном проекте, который реализовывался последние два года, и муниципалитет, город Чебоксары занимает один из первых мест по качеству, по умению работать. С учетом того, что я сам лично на транспортной неделе вместе с вами обслужил эти вопросы, около 24 миллиардов рублей только на реконструкцию, на ремонт, на строительство, это огромные деньги. Еще один приоритетный проект – скоростная трасса Европа-Западный Китай. Более 100 километров пройдет по территории Чувашия. То, что у нас уже проистекает из проекта Европа-Западный Китай, действительно ответвление в районе Канаша пойдет вниз на Самарскую область. В перспективе развития у нас и высокоскоростное железнодорожное сообщение, я думаю, что это следующий вех в развитии транспортной системы Российской Федерации. Проекты такого масштаба должны стать драйвером развития регионов. Республики, отмечают представители федерального ведомства, будет оказана поддержка в реализации приоритетных программ. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Попечители и опекуны со всех районов Чувашии уже в шестой раз собрались на форум замещающих семей. Здесь подвели итоги конкурса семейных историй и наградили активных и неравнодушных родителей. Рецепт семейного счастья, который помог семье Андреевых победить в одноименной номинации, супруги составили из личного опыта. В их семье шесть детей. Сообща шили костюмы, разучивали танец и снимали видео на конкурс среди замещающих семей «Нам хорошо вместе». Рецепт семейного счастья заключается в любви, в понимании детей, поддержке детей, со стороны детей и со стороны родителей тоже. Мы считаем так. С этим рецептом согласны, пожалуй, большинство участников, а их в этом году собралось более трехсот. Форум замещающих семей в Чувашии проводится на протяжении шести лет. Главные герои – люди по натуре скромные и внимательные к каждому из своих домочадцев. В семье Эльвира Афанасьевой шестеро лапочек дочек. Семья приемная наша создавалась в 2012 году. Сначала у нас было двое девочек, сестры с Канаша. Потом в нашей семье появились две девочки – Ирина и Катя Катерина. Теперь я живу с ними. Учимся в Виндобинской средней школе. Самые дети у меня выросли. Их двое. Старшая дочка, она со своей семьей живет в Чебоксарах. У меня двое внуков прекрасных. А другая, младшая дочка, она работает в Москве. Большие семьи в Аликовском районе – не редкость. И в 66-ти воспитывают приемных детей. Ежегодно, конечно, граждане Аликовского района из интернатных учреждений берут по 5-6 детей. И это, конечно, очень отрадно, то, что для такого маленького района у нас в районе столько семей. Да и вообще тенденция характерна для всей Чувашии. Все, кто решает взять на воспитание детей, могут рассчитывать на поддержку. В республике активно работает сопровождение приемных семей. Педагоги, психологи всегда готовы прийти на помощь, дать совет. И людей, неравнодушных к детским судьбам, становится все больше. Статистика за этот год отмечает, что 95% всех детей-сирот и оставшихся без попечения родителей воспитываются в замещающих семьях. Обернись. Я исполнила твое желание. Теперь ты можешь быть счастливой. Ирина Волкова, Валерий Резюков. Республика. В Чебоксарах ввели в эксплуатацию первый дом, в котором значительную часть квартир застройщик Чувашской ипотечной корпорации будет сдавать в аренду. Так работает республиканская программа «Ипотека и арендное жилье». Подробнее в сюжете. В новогодние праздники Анна собирается справить новоселье в новом доме по улице Магнитского в Чебоксарах. Для этого уже все готово. Квартира с ремонтом, сантехникой и даже некоторой мебелью. Аренда жилья площадью в 35 квадратов по специальной республиканской программе будет ей обходиться примерно в 7,5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, впоследствии девушка сможет выкупить квартиру. На данный момент я живу на квартире у друзей. Просто в свое время я осталась по своим необдуманным действиям без жилья. И эта программа, она очень сильно меня выручила. Потому что, во-первых, я могу взять это жилье без первоначального взноса, что очень выручает. Работает это так. С арендатором заключается договор на длительную аренду. Если человек решает выкупить жилье, он платит аренду и выкупную стоимость. Срок до 10 лет. Если опять взять, для примера, однушку в 35 квадратов, получится около 12 тысяч рублей в месяц без первоначального взноса. Этажом ниже Анны поселится семья из Шумерли. У третьеклассника Богдана проблемы со зрением. Он учится в специализированном интернате в Чебоксарах. Несколько лет 10-летний ребенок жил вдали от родителей. Чтобы поближе к нему быть, мы уже три года мечтаем переехать. Новый дом буквально в 10 минутах ходьбы от школы Богдана. Система, по которой люди снимают жилье не у частных лиц, а государства, существует давно. Однако у данной программы есть ряд отличий. Попасть в нее может любой желающий. Здесь мы не смотрим очередник, не очередник. То есть есть нуждаемости или нет. Абсолютно любой желающий может участвовать в данной программе. Мы этот дом, наверное, построили в качестве пилота. Здесь стоимость аренды ниже, чем обычная аренда на свободном рынке. Спрос на такие квартиры имеется. Люди обращаются и хотят жить в таком арендном фонде. В доме по улице Магнитского практически все квартиры, предназначенные под аренду, уже заняты. Если опыт окажется удачным, строительство таких домов продолжится, отметил временно исполняющий обязанности министра строительства. Вечером 13 декабря в пожаре в одном из частных домов Урмарского района погиб пенсионер. Увы, такие новости в зимнее время приходят часто. С начала года в республике случилось уже 864 пожара. Как готовы к работе пожарный Яльчикского района, проверили представители МЧС и Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Учебная тревога звучит внезапно для всех. Так что наш оператор не успевает сориентироваться. С момента поступления сигнала до выезда машины по нормативу минута. На дорогу до места возгорания в сельской местности не больше 20 минут. В городской черте должны уложиться за 10. У нас нет такого днем или ночью. Мы в постоянной готовности находимся, круглосуточно. То есть мы должны выехать за одно и то же время и днем, и ночью. После проверки готовности – физические нормативы. Старт, внимание, марш! Самому взрослому пожарному 44-й части Яльчикского района 62 года. Но от сдачи нормативов не освобожден никто. Во время пожара от скорости зависят жизни. Затем – за парты. В теоретической части, к примеру, такие вопросы, как первая помощь при артериальном кровотечении или минимально допустимое расстояние от здания для сжигания отходов. 40 вопросов по билетам. Дается время 40 минут. Сложно тут, как правило, ничего нет. Мы проходим первоначальную подготовку. Все работники, прежде чем, заступают на дежурство. В этом году пожаров в Яльчикском районе случилось на три больше, чем в прошлом. Сейчас специалисты работают над профилактикой. Проводится сходы граждан по дворовой обходу населения. Особое внимание уделяем неблагополучным семьям, многодетным. И пожилым одиноким. В день специалисты успевают принять зачет по профессиональной подготовке в нескольких частях. Об итогах говорить пока рано, однако, судя по всему, яльчикские пожарные справились. Отличные пятерки были у людей, кто сдавали. Троек практически не было, очень мало. На двойки вообще никто не сдал. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика. Зимний ледостав на Волге – любимое время для рыбаков. Правда, в последнее время он начинается все позже и позже. Самые отчаянные любители подледного лова, не дожидаясь нужной прочности речной поверхности, спешат на рыбалку. А зря. Традиционная зимняя картина – залива у Чебоксарского порта. Это с десяток, а то и больше фигурок рыбаков, склонившихся над своими лунками. Причем лунки находятся по соседству с промойными. Что они там ловят для большинства горожан – загадка. Вот этот поклонник экстремальной рыбалки поймал несколько окуней. И не страшно вам нисколько? Нет, у меня костюм-поплавок. Он не то, нет. Уже в который раз спасатели обходят рыбацкое сообщество. На этот раз вручаем инструкцию по безопасности. Пусть хоть дома почитают и подумают. Вот вам памятка. Эту памятку держите, пожалуйста, в нагрудную ковань своей рыбацкой куртки. Потому что здесь и телефоны есть, и все. Если что-то вдруг с кем-то случилось где-то, можно всегда позвонить по этим номерам телефона. Протива. С этого же места у мужского монастыря идет по обыкновению зимняя дорожка в левобережье. По ней жители ходят десятилетиями. Но пока она не готова. Как говорят специалисты, ее надо уплотнить, проверить толщину льда. И только тогда можно будет открывать пешеходное движение через Волгу. Вдоль набережной порта стоят запрещающие знаки. Но они не помеха. В этом месте у Косогора бьют родники. Они-то и не дают застыть льду ровно. Спасатели не устают повторять. У каждого рыбака должна быть веревка и пешня. Последние проверяют лед на прочность. Если есть сомнения, лучше это место обойти. Ходить за рыбкой лучше вдвоем. Никакой даже самый лучший улов не стоит нашего здоровья, а то и жизни. Таким стал последний рабочий день этой недели. Впереди для вас полезная информация. Я прощаюсь. Огромный выбор курток, пуховиков и дубленок, изготовленных на российских фабриках. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлено более 5000 моделей для мужчин и женщин. Удивляет широкий размерный ряд от 42-го до 72-го. Укороченный вариант с дубленочкой. Натуральный мех красивый идет. С брючками хорошо будет. С дубленочкой идет лазерная обработка, ноская. Еще хороша тем, что три четверти рукав. Укороченный рукав – тренд этого сезона. Он одинаково хорошо смотрится как на дубленках, так и на куртках. Эта модель хороша еще тем, что вот эта вот меховошечка, она на пуговицах снимается. Также здесь рукавчик. На молнии его можно снять. Остается три четверти. Можно пододеть либо какие-нибудь кожаные перчаточки цветные, либо свой свитер, допустим, надели яркий. И очень хорошо будет. Хорошо будет зимой, если одежда не только красивая, но и теплая. А главное, если еще недорогая. В изделиях используются новейшие утеплители, такие как тинцулейт, биопух, полиэстер. Также в моделях представлены отделки из натурального меха, норки, лисы, чернобурки. Ярмарка верхней одежды «Ермак» удивит вас идеальным соотношением цены и качества. Она работает с 10 утра до 8 вечера, без обеда и выходных. Вас ждут по адресу Горща Боксара, улица Максима Горького, дом 49. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова